Сейчас я хочу раскрыть такой вопрос характеристика разных периодов старости. Это очень интересная тема. Здесь речь пойдет о кризисах в жизни пожилого человека. Слово кризис, как я недавно узнала, значение этого слова. Суд. Кризис – это суд. И вот кризисы жизни, кризис середины жизни, это первый кризис середины жизни, 45-50 лет. Это вот время моего покаяния. Кризис, когда в личности человека происходят глубинные изменения, переоценка жизни и самого себя на фоне неуспокоенности. То есть ты видишь, нет покоя у тебя. Что неправильно в моей жизни? Осознание неправильности, осознание греховности, необходимости покаяния. Вы знаете ли, что ведь молодой человек, он живет, он просто живет, он не думает ни про отношения с Богом, ни про то, как вот, какова его жизнь, какой смысл его жизни. Вопросы о смысле жизни встают, видите, как уже кризис середины жизни, 45-50 лет. Переоценка жизни, переоценка самого себя. И вы знаете, что об этом кризисе написано? Что это очень мучительное переживание, необходимость покаяния, осуждение себя, неправильности своей жизни. Это болезненное очень переживание. Но после него начинается обновление личности и к старости удовлетворение жизнью. Если человек не переживает кризиса середины жизни, его жизнь будет ничтожной, незначительной. Вы понимаете ли? Он не пережил вот этих вот, этой бурь, этого переворота. Вот кризис середины жизни. Также у меня такой вопрос. Есть кризис переходного возраста. И мне просто интересно, на каком уровне это происходит? На уровне подсознания или именно этот кризис уже на уровне сознания происходит? Это какой возраст? Переходный возраст на уровне подсознания. А что он называется переходным? Ну, есть такое понятие, кризис переходного возраста или как? 13-14 лет. Да, переход с подросткового возраста в этот. Знаете, что я читала, например, по-моему, в нашем журнале «Мария» читала статью «Кризис трёхлетнего возраста». Потому что тоже начинаются, например, допустим, капризы начинаются, противополение своего «я». Ну, в таком смысле. Это подсознательно. Это не подсознательно, это, может быть, даже и сознательно. Ну, хотя малыш, он вряд ли там что-то сознаёт. Это, ну, такие объективные моменты, когда изменение личности происходит. Вы понимаете ли, ведь мы же не развиваемся, когда я говорила, что жизнь наша цельная, вот, все моменты жизни связаны друг с другом, и предыдущий закладывает в последующем материал для последующего развития. Но, вообще-то говоря, жизнь наша развивается вот так вот, какими-то скачками, поворотами. Вы понимаете ли, это не как ровно течёт, вот, так, ручеёк. Поэтому кризисы, они существуют на протяжении всей жизни. Ну, вот я говорю сейчас в связи с темой о старости. Здесь это идёт, здесь кризис идёт в связи с переоценкой жизни. Ты уже достаточно прожил, чтобы увидеть себя, и куда же я иду, и чего я живу, и как я живу. И уже накопилось у тебя всяких грехов, которых ты уже осознаёшь, что это было греховное у тебя. То есть, это кризис присутствует в жизни каждого человека? Кризисы... Если они присутствуют, тогда другая вещь совершенно. Ну, вот, когда я говорю о кризисе среднего возраста, это очень интересно. Это говорится и в литературе христианской, и в литературе научной. Что если человек не имел переживания глубокого осмысления в своей жизни, и как трагического, с покаянием, то у него два пути. Либо это будет обновление жизни, либо это будет незначительная жизнь. Мы должны в своей жизни где-то увидеть её трагичность, её глубину, и мою вовлечённость в это. Трагичность моей собственной жизни. Я тут не то делаю, не туда иду. Даже если у меня покаяние было 18 лет... Оценка предназначения. Оценка смысла жизни. Вы знаете, что? Покаяние, конечно, это сильнейшее переживание жизни. Но я вот вам что скажу. Когда началась война, я стала вести дневник. Я записывала важнейшие события жизни. Что мы ели сегодня. Ели мы кипяточек на утро, кипяточек на обед. Ну, в общем, понимаете ли, что-то там какие-то кусочки были, какие-то крупиночки были. Я записывала, я поэтому начала вести дневник. Вела я его до своей свадьбы. Потом у меня появился друг в моей жизни, и всё, я обсуждала с ним, дневник им не нужен. Но они у меня остались. Из-за ненадобности я всю эту массу этих книг отвезла на дачу, на чердак. Ну, выбрасывать жалко, но пусть лежат на чердаке. Но у меня внучки, вот они везде нос стуют. И они стунули нос в эти дневники, что там бабушка писала. И вот моя старшая внучка приносит мне, говорит, бабушка, смотри-ка, что ты писала, когда тебе было 12 лет? 12. Покаяние у меня было в 46. Но она отыскала. Я вижу рука моя, дневник мой, но я не помню этого. Я написала, что, Господи, как я хочу быть Твоей и с Тобою жить. Как я хочу ходить в послушание Тебе, знать Тебя. Вот такие все слова. Практически покоение. Она говорит, бабушка, если верить Божьему Слову, Бог уже тогда принял тебя. И глаз его был, ох его был над тобою. И знаете что? Я тогда поняла вот это, что мы делаем в воскресных школах. Ребенок, но он не имеет еще сознания греховности. Он не имеет еще в чем каяться. Но мы в воскресных школах предлагаем им, что предлагаем? Предлагаем принять Христа. И оказывается, у меня было раньше недоумение, куда детей зовут, когда у них еще нету самосознания своего. И тут я, прочитав 12 лет эту запись, я поняла, что происходит. Что когда дитя, вот такое вот маленькое, еще не понимающее, когда оно вызывает Господу, Господь слышит, принимает его, и потом его око над тобою, он ведет тебя. И я как стала вспоминать, как здесь за керосином ходила, и туда снаряд попал, а я уже успела завернуть за угол с бидоном керосиновым, и спасена. Вот здесь бомба в дом попала. Вот это здесь, бегали в школу мы, прыгая из воронки в воронку, потому что в ту же воронку не попадает снаряд. В школу ходили так. Вот во время школьных занятий тревога. Мы бежим на чердак, и там, значит, должны гасить бомбы зажигательные. Дети. Вы понимаете ли, все время вот такие ситуации. И все время Бог хранил. А потом кампания была такая развратная на островах. И вот как невидимая рука храняет. Понимаете, не касалось это ничего. И когда я вспоминаю потом вот этот очень тяжелый, глубокий индийский опыт, когда в Индии была, когда вся эта оккультная сила двигалась, как удивительная была охрана, что, знаете, мы же многослойные. У нас есть какая-то сердцевина нашей личности. Господь говорит, сердце свое отдай мне. Вот это сердце, сердцевину отдай мне. Сын мой отдай сердце свое мне. Вот это вот сердце, оно не было взято этим. Защита была. Буквально щит стоял. И много-много таких моментов. Понимаете, я думаю, Господи, как я люблю тебя, как я благодарна тебе. Я не знала тебя. Еще как-то стихи такие вначале прочитаю вам. Еще рассудком отрицая, я сердцем веровал в тебя. Вот так вот. Так что очень много воззови ко мне, я услышу тебя. Еще до покаяния. И мне кажется, мне многие говорили, я покаялась в 6 лет. Это не покаяние. У тебя еще нет осознания трагизма в твоей жизни, погибельности ее. Что у тебя адский пламень под ногами. Ты его не видишь, этого адского пламени. Но ты потянулся. Слава Богу. И Господь принимает. Понимаете, как? А вот здесь это кризис. Здесь речь идет о том, что ты уже достаточно проживший начинаешь переоценивать свою жизнь. А как ты и живешь? Как ты прожил это? Очень многие поколения происходят в этом возрасте. И есть еще второй пик. Это 50-55 лет. И третий, 60-70. Когда осмысливается прожитая жизнь, или покаяние, и тогда у тебя чувство единства с собой и с другими. Когда ты понимаешь, что ты прожил жизнь, как другие, это единство с теми людьми. Понимаете, это вот эти годы кризисные, а не годы покаяния, переосмысления жизни. 45-50. 50-55 и 60-70. И я думаю, как чудно Господь сделал, что люди проходят через этот возраст. Ну, когда ты празднуешь день рождения, а тебе уже 60 лет, ну, ты же невольно скажешь, а как я прожила эту жизнь? А что было, какие события были, что я могу вспомнить в эту жизнь? Что мы вспоминаем, что мы отмечаем в своей жизни? Я читала книгу вот в научный взгляд на старость. Там есть тоже предложение, как помочь человеку умирать. Это научный взгляд. Что его не надо оставлять одного. Хорошо. И нужно, чтобы собрались друзья, и чтобы все пели дифирамбы. Какой ты молодец! Ты столько написал, ты столько там ролей сыграл, или столько ты в науке сделал, и ты известен там-то и там-то. Понимаете как? Вспомнить все достижения человека. Горь какое. Мне рассказывали о кончине верующего, который, когда чувствовал, что смерть близка у него, он начал славить Бога. Он славил Бога, благодарил его за то, за то, что привел в этот свет, за то, что родителей таких дал, за учителей своих, за жену, которую подарил, за деток, которых дал, за труды, которые дал, за друзей, которые дал, за церковь. В общем, понимаете, у него целый день. Он славил и благодарил, благодарил, к вечеру кончил и умил. Я считаю, это дивно. Когда ты ясно понимаешь, что не мне, не мне, а имя твоему слава. Что ты имеешь, чего бы ты ни получил. Поэтому человек неверующий, он во славу свою все делает. И в конце вспоминает, что он сделал. Человек верующий всю славу отдает Господу и видит, что Бог сделал с ним в его жизни. То есть, очень важно, как мы осмысливаем эту прожитую жизнь. Видим ли мы руку Божью. Потому что мы имеем психофизиологическую такую вот особенность приписывать все самим себе. Моя рука, помните Навгодоносор, что за великий город Вавилон построила рука моя. Что случилось безумия. Охватил. Траву есть, значит. Ел траву, как животное. Но пришел в себя и прославил Бога. Это очень знаменательно. Безумие. Безумие человека, который хвалится, что это он сделал. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.3wtvseminari.com Очень важное событие в жизни человека. Выход на пенсию. Нужно фундаментально к нему подготовиться. Ведь после выхода на пенсию может быть еще лет 16, а то и 20, а то и 24 года жизни в новом качестве. И как трудно признать, что твое мастерство, твой авторитет уходит. Уважение окружающих, как к мастеру своего дела, уходит. Твоя значимость в этом мире. Твоя значимость в этом мире. Я думаю, Господи, как ты все это мудро сделала. Ты проводишь нас так и так, и в низины, и долины, и долины скорби, и долины смерти. Ты проводишь, чтобы мы смирить, чтобы смирить сердце, чтобы узнать, что в сердце твое. Будешь ли верным мне. И каждый тех проходит через это. Каждый, кто занимает высокое положение, где-то когда-то оно кончится у него. Вот. Еще. В это же время, когда вот это, 60, там, 70 лет. Ты уже, значит, на пенсии. Кроме того, в это же время умирают близкие и родные люди. Ты хоронишь родителей. Так? Уже к этому времени. Твоих друзей уже, нету с тобою. Вот за этот год прошедший я похоронила четырех своих близких подруг в церкви. И это те друзья, которых я ежегодно собирала. у моих подружек не было домашних условий, подходящих, чтобы день рождения праздновать. Это я предложила им праздновать дни их рождения у меня на моей территории. И поэтому вот четыре раза в году у меня собирались, я каждый раз что-нибудь такое придумала готовить, порадовать их, сервировала стол красиво. все это кончилось у меня. Осталась одна подруга, но она инвалид, на костылях, уже никак даже привезти ее нельзя. Понимаете ли, уходят, отделяются дети, дети женятся, замуж выходят, они отделяются. Вы понимаете, как все естественно происходит? Это все нужно. И к этому надо подготовиться. И надо это принять. Все эти события, и потеря работы, и потеря близких, и уход детей, это все случается в одно и то же время. И надо уметь это все принять. Это естественно. С этим спорить нельзя. против этого мунтовать нельзя. Это надо принять. Ну, знаете, я уж не говорю, что в старости начинают сваливаться на тебя болезни. И огромное мужество нужно. Все сразу как-то падает. То, на что ты надеялся. Вы понимаете, у всех у нас есть устоявшиеся жизни, привычки. Как мы проводим отдых, отдых летом, как мы празднуем праздники, праздники, с кем мы встречаемся, кому мы в гости ходим. И вот это все у нас привычный стереотип жизни вот к этим годам кризисным ломается. Когда 60-70 лет, это кризис тоже. И это все суд. Суд состоит в том, что как ты жизнь проводил, что ты нажил в своей жизни. Вы знаете, есть изумительные слова, что кто в день бедствия оказался слабым, слаба вера того человека. Если в день бедствия ты оказался слабым, слаба вера твоя. То есть представляете ли, что мы должны всю жизнь накапливать эту внутреннюю духовную силу, чтобы в день злой устоять. А день злой обязательно приходит. И он обязательно мы все должны будем пройти через день злой. Потери, расставаний, ломки нашего привычного стереотипа, привычных отношений. Что же ты делал всю жизнь, если на тебя это сваливается и ты падаешь? А что ты остальной жизни делал? Почему ты не набирал ничего этого мужества, этой устойчивости, этой веры? Понимаете как? Вот это кризисы нашей жизни. Вы начали с ухода на пенсию, да? А это просто по времени совпадает. Уход на пенсию это тоже очень серьезное событие. Ну вот отрицательное вы много сказали, что происходит в это время в жизни человека. Положительное будет впереди. Будет впереди, понятно. ну вот. И выходит вот это время нужно преодолеть чувство неуверенности в себе. У тебя ты вдруг теряешь обычную уверенность. Когда мы не уверены в себе, мы становимся очень обидчивы. Ты обижаешься. Причем эта обидчивость она без причины. Конечно тебе никто не говорит что-то серьезное. Тебе скажут ты сегодня что-то не так сделал. Ты обижаешься, потому что у тебя много накопилось неуверенности. Вы знаете обидчивость это выражение неуверенности в себе. Когда мы твердо в себе имеем такой самодостаточный то ты самодостаточный это по-мирскому. Вы понимаете что вот эта роль в самом деле опоры ты скала моя мы поем ты башня и праведник убегает от башни безопасен то есть ты должен все время сознавать имя господа опереться на него реально опереться чтобы тебе не быть обидчивым или бросаемым как это бурью кораблем преодолеть надо чувство неуверенности в своих силах которое ведет к обидчивости мнительности тревожности и боязни за свой статус что мы не получаем достаточное уважение вы знаете что можно оставить это в покое достаточно меня уважают или не уважают меня оставить это все не реагировать на такие вещи нужно принять изменение своего положения и трезво оценивать свои возможности не проявлять нетерпимости и бороться со склонностью к нравоучениям нравоучения понятно да вот надо так надо так надо бороться человек который положительно оценивает себя он благосклонно и доверчиво относится к окружающим а когда низкая самооценка низкое самоуважение это сочетается с недоверчивым недоброжелательным отношением к другим людям это психология это научный взгляд понимаете как обидчивость оказывается суммируется за всю жизнь поэтому начал в юности обижаться что там старости будет толстой сказал интересные слова мы не любим людей не потому что они злые мы считаем их злыми потому что не любим вот и личная нравственность она заключается в таком поведении при котором может совершиться нормальный цикл жизни приводящий к возможно более полному чувству удовлетворения которое достижимо только в преклонном возрасте безнравственен тот человек который в молодости растрачивает здоровье силы этим лишает себя возможности ощутить величайшее удовлетворение жизни и тут такая дальше мысль идет что мы все как скульпторы вылепляем из тела и души то что им прикажем значит красивое лицо связано с красивой жизнью наши черты лица они наследственные папины мамины на кого похожи но выражение лица наше собственное слышите черты лица от родителей выражение лица это от нас и что выражается на этом лице я говорю почему художники любили стариков писать что там выражается какую жизнь прожила что он нажил выражается ли добродушие выражается ли злоба зависть обидчивость это очень жалкое состояние человека обидчивого мнительного скажешь ему доброе утро а он скажет а вы на что намекаете что вы хотите этим сказать да вот у меня вопрос о нравоучениях старики не должны считать нравоучения нет так я поняла да так ну сейчас у меня время сейчас мы заканчиваем сейчас научный взгляд тут где-то я припасла стихотворение вот кто-то подарил мне ну значит мой господь хозяин жизни моей от всего сердца благодарю тебя за годы подаренные мне в жизни моей было много радости много печали много побед много поражений много друзей много врагов и все это мое богатство ну и дальше так и просьба прошу тебя сил никогда не роптать на свои немощи не жаловаться и не получать удовольствие от рассказов о своих болезнях у нас скамеечка стоит около дома там собираются наши старушки я даже подсела к ним вида каждый рассказывает про свои болезни ну понимаете как я думаю как надо будет мне как-нибудь посиделками занятий попробовать с ними на другие темы поговорить понимаете раз они же там все равно сидят несмотря на мои годы и жизненный опыт помоги мне не переставать учиться даже если эти уроки преподносит тот кто гораздо моложе меня пошли мне желания принимать гостей пусть в доме моем всегда слышатся голоса моих близких и друзей пусть с ним всегда раздается детский смех помоги мне несмотря на мои проблемы и немощи искать тех кто нуждается в помощи помоги мне отдавать всего себя так как отдавал всего себя ты мой господь избавь меня от страха пред предстоящей кончиной ведь любовь твоя побеждает страх и того кто знает тебя ждет великой радости воскресения и жизни вечной вот такая вот молитва вот нравоучение да вот как понимать нравоучение если молодой человек что-то спрашивает у пожилого человека который уже имеет мудрость это тоже можно считать нравоучением или как нет знаете что когда человек спрашивает это цены нету у него созрел вопрос ты имеешь полное право все высказать а что понимать под нравоучением это когда ты к месту не к месту говоришь а это надо вот так а это ты не то сделал а это ты зря сделал ты всем подсекаешь человек хотя все правильно все здравые вещи можно я немного приведу такую иллюстрацию это вот говорю ну я не знаю может быть это к месту будет а может и нет вы тогда поправьте меня это когда-то дети начали строить в песочнице в песочнице замок и мимо проходил дядечка и подходит к этим детям говорит вы неправильно строите разрушите этот замок вот это есть нравоучение а когда этот дядечка подходит и говорит а неплохо ли бы сделать здесь башенку вот с таким характером вот это есть учительство ну или как наставничество будем так говорить передача опыта а когда человек ломает то что строит человек ломает именно ломает вот это есть нравоучение оно болезненно очень воспринимается вы видите всякая обидчивость она не только у пожилых людей она может быть и у детей и у юношей особенно юноша который еще сам не знает кто он есть и какой он и ты ломаешь его зачатки уверенности в себе потому что говоришь ты не так мыслишь ты не так ведешь себя ты не то говоришь ну что ну что делать вот не то не так и как хорошо когда доброжелательно благожелательная атмосфера мы уже не раз говорили создавать доброжелательную атмосферу вы знаете что есть удивительно такие педагогические приемы когда я говорила был старенький пресс-фитер у меня Сергей Петрович Падюхин я пришла когда в церковь и он вот и меня и сестру так принял выставлял нас и он мне говорит Марина Сергеевна в следующий раз когда придете ко мне мы с вами разберем всю вашу жизнь до донышка до донышка разберем жизнь я эту неделю прожила можете представить себе как я все перебирала я во всем каялась я все все там внутри чистила и убирала и все я пришла к нему трепеща а он ни о чем такому не заговорил а не надо а уже все сделано и он знал что все конечно я подготовлюсь к этому дню вот такой подход чем ему со стороны разбирать и судить о том чего он не очень-то и знает я сама это лучше сделаю поэтому вот эти а это очень типичное нравоучительность ты слушай я столько лет прожил я знаю а когда возникает вопрос это конечно чудно я просто один пример такой скажу мама моя она с помощью чего покаялась ее один пресс-фитер ее слушал 10 часов 10 часов сидел и слушал ни слова не вставлял ничего не наводящих вопросов и вот в этот самый момент когда она рассказывала у нее все расставилось по полочкам то есть он ничего хотя мудрости у него достаточно чтобы где-то что-то сказать а он просто сидел и слушал 10 или 11 часов прослушал и после этого мамина покаяние произошло это очень замечательно поэтому мы такие христиане такие счастливые люди что они могут в молитве всегда высказывать Богу все то что у них внутри наболело и переживали но когда есть человек который может выслушать это с именем это еще больше тоже когда я только что покаялась мне надо было разобраться в своей всей жизни и я села на самолет и поехала в Краснодар к подруге моей мамы которую я в жизни не видала только слышала и она меня три дня а то три дня не перебивая у нее была дочка которая все время хотела встревала и говорила здесь надо так здесь надо так мама так успокойся три дня три дня я поняла где я нахожусь кто я есть кто я перед Богом и в конце она сказала ну вот мы христиане и мы будем молиться и о чем мы помолимся и она славила и благодарила Бога и за это всю жизнь и за то что Господь нашел и за то что мое будущее для меня открыл ну в общем много она замечательно помолилась три дня так что видите как это великая великая помощь когда ты можешь послушать человека самая большая глупость когда мы даем совет еще не начав слушать мне понятно козе понятно это проблема что тут думать что-то да что-то Субтитры создавал DimaTorzok